В соответствии с законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года о микрофинансовой деятельности, правление Национального банка Республики Казахстан постановляет установить предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита заключенному с физическим лицом и необеспеченному залогом имущества в размере 30% от суммы выданного микрокредита. Ну а в жизни, в договорах мы видим все 90%. Такое ощущение, что для отдельно взятых микрофинансовых организаций вообще не существует данной нормы. Плюс сверху они добавили годовую эффективную ставку вознаграждения, которая содержит за предельные проценты. Я вообще считаю, что здесь годовой эффективной ставки быть не должно. Деньги дали всего на 10 календарных дней. Откуда годовая эффективная ставка, непонятно. Все это, друзья, безусловно является основанием для признания этой сделки недействительной. Но как оказалось на практике, для казахстанского суда этого оказалось недостаточным. Да, друзья, нам отказали в удовлетворении исковых требований, договор оставили в силе и его признать недействительным не удалось. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Это все равно, что нам скажут, что небо у нас розовое. Я его таким не вижу. Вы розовое небо тоже не видите. А вот суд видит. И по его логике оно розовое. Точно так же, как и с этими процентами. Мы видим 90%. Вы видите, что там указано 90%. А вот суд там увидел 30%. Как так, спросите вы? Давайте глянем на решение суда. Итак, Медевский район из суд города Алматы выносит решение от имени республики Казахстан в городе Алматы, где указывает, что по результатам рассмотрения гражданского дела суд пришел к выводу о соответствии условий заключенных договоров с требованиями действующего законодательства. Я не знаю, откуда он взял, но он здесь указывает, что согласно договора между ТО «Микрофинансовая организация Софи Финанс» и нашим клиентом, вознаграждение определено в размере 30%. Послушайте, это же бред. И как итог, суд в ходе судебного разбирательства не нашел никаких правовых оснований для того, чтобы признать этот договор недействительным. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же! Ну бред! Отныне, друзья, можно считать, что суд развязал руки этой финансовой организации. И смотрите теперь, какие необратимые последствия порождает эта финансовая организация. Вот вам письмо с микрофинансовой организации, где сумма взыскания значится в 270 тысяч тенге. Вот вам исполнительная надпись на сумму 274 тысячи 726 тенге. Вот вам реестр должников, где мы видим, что исполнительное производство возбуждено на сумму 274 тысячи тенге. А я напоминаю, друзья, что кредит брался на сумму 135 тысяч тенге. Из них 30% это вознаграждение. Итого к возврату должна была быть сумма 167 тысяч тенге. Но, как мы видим, микрофинансовая организация сейчас взыскивает все 274 тысячи тенге. И этот беспредел узаконен судом Медельского районного суда города Алматы. Данное решение суда не вступило в законную силу, и оно непременно будет обжаловано судебную коллегию по гражданским делам. Но это уже является сигналом несостоятельности. Для чего тогда нам суд? Суд нам необходим, чтобы наши отношения соответствовали нормам закона. А после таких решений нам стоит серьезно и твердо задуматься над правовой системой нашего государства. Мы хотим, чтобы суд обеспечил верховенство закона, а не верховенство денег над законом.